здравствуйте сегодня 9 июня 2016 года канал артподготовка программ плохие новости я вячеслав мальс со мной в студии валерий вещаем мы из москвы из россии до до новой исторической эпохи осталось 513 дней вот там хотел сказать сейчас ушел с политсовета партии пар нас многие люди останавливают общаемся вот дмитрий сухарев меня любезно проводил и вот он задал вопрос на вопрос риторический я попробовал ответить на риторические вопросы нельзя ответить я вот ваннами занимаюсь как делаю ванны делаю хорошо но люди занимаются там наверху политикой руководят россии но почему они фигово то делают и я вот не нашелся чего ответить на самом деле человек который хорошо делает ванны но наверное имеет право спросить у вовы путина тому мендведи у всех остальных чужого херов ты все делаете еще он рассказал он говорит что верит в ну как бы в определенные символы да играть когда ходил шел был там шествие было по поводу годовщины смерти немцова игорь какой-то мужчина оставил плакат антипутинский там что путин это война путин там так далее и и он горит его взял и пошел с этим плакатом вот это наверно очень важно в этой жизни чтобы взять и пойти с этим плакатом если кто-то его оставил вот у меня в руках решение политсовета парнас я думаю что пока еще информации нет так сказать но и и в то же время это не эксклюзив наверное в твиттере уже написали значит политсовет решил принять к сведению значит информацию о результатах праймерис признать проведение 28 29 марта 16 года голосования предварительных выборах демократической коалиции парнас состоявшимися ответственному секретарю поручить значит подготовить список руководствуясь результатами праймерис ну и так далее в общем то все то что нас устраивает то есть единственное как нас тоже устраивает вот федеральная часть списка три человек то есть козьянов мальцев зубов так что можете всем сказать что ситуацию мы проломили причем я не знаю те люди которые пытались помешать их там и не был в помине потому что все единогласно проголосовали там не было никого кто не проголосовал бы кто-то иначе что-то думал то есть вполне приличные и порядочные люди проголосовали как как и положено порядочным людям так что в общем то ну какие-то сомнения которые были и нам они открыто высказывались они тут все отпали я думаю на съезде будет та же самая ситуация ну глупо наверное на съезде проголосовать против да в общем то имеется ввиду на съезде же будет очень много людей с мест правильно но вряд ли они интригуют люди с мест и играют в какую-то политику если люди в москве проголосовали за то на местах то но они сто процентов будут голосовать за если это по-честному и вот просто я сегодня понял какая разница между прочим между москвой и регионами понял совершенно таким невероятным образом я вышел из метро новокузнецкая ждал там людей стоял и вижу такая бабушка в желтой курточке и другая еще в какой-то курточке и они останавливают в основном женщин и пытаются дать им сто рублей чтобы они потратили пять минут на соц опрос то есть платят за соц опрос вот на те сто рублей нам там я стоял 20 минут ни один человек не согласился за сто рублей на соц опрос ни один представляешь то есть если вы приедете в регион значит будет очередь ну там что рублей это деньги на них можно хлебушка молока купить и так далее еще останется то есть и покупать буханку хлеба бутылку молока и у тебя еще останется там 35 копеек вещь и можно подешевле купить значит еще больше оставить ну 35 рублей вернее копеек какие 35 рублей остались а здесь ни один человек не согласился и когда мне говорят что движение народной начнется с москвы не начнется ребята не начнется с москвы вот вот эту бабушка в желтой курточке она демонстрирует что ничего не начнется с москвы если мы там будем сопли желать в регионах здесь никто ничего не начнет здесь большинство все устраивает вот дмитрий сухарев нет все искал вот мы думаем уезжать из россии но плохо не надо об этом думать нужно думать как нам обустроить россии всю вместе всем вместе потому что ну куда и мы так не наездимся чушь нам все бросить на разграбление там различных каренделей которые сейчас там сидят и все и разъехаться но они счастливы будут конечно что такое 100 рублей поясните 100 рублей не деньги я понимаю что 100 рублей не деньги но то если в регионах вы встанете будете раздавать 100 рублей за пять минут я подчеркиваю к вам выстроиться очередь и чем меньше город тем длиннее очередь к вам будет я вас уверяю так что вот каком-нибудь я не знаю хвалынске попробуйте раздать по 100 рублей там вас разорвут я думаю так сегодня вот портрет ты показал да портрет такой появился на у так называемого кадыровского моста до портрет буданова то есть вот такой ответ определенных людей ну вот этот мост кадыру конечно наверное придумали для того чтобы вот вообще башку сносил то есть это такой гротеск вообще просто вот в москве ни в коем случае нельзя называть мост именем немцова на котором он убит там это страшно там цветы нельзя оставить их выкидывают на немцов то не призывал русских солдат убивать да странная вообще ситуация очень странная это ученые северный полюс говорят может исчезнуть до конца как это может случиться как может северный полюс петербургский дневник написал новая газета значит и вот люди и на пресса вести в воронеже написали от люди они думают что пишут журналист как может исчезнуть северный полюс ну лед на северном полюсе может исчезнуть я даже думаю вода может исчезнуть но северный полюс как это инверсия должна произойти до земля перевернуться добавишь как дженебеков когда летал там восемьдесят пятом каком году или восемьдесят пятом и у него гайка то отлетел не помнишь ситуацию не гайка она летела ну там безвоздушное пространство космос и пролетая определенный промежуток времени делала два переворота а потом снова то есть ну казалось бы сила инерции должна быть да то есть из от врачей значит вращайтесь не вращает значит не вращается а тут она раз перевернется и опять летит опять перевернется вот потом целая толпа ученых все это рассчитывали вот как раз сделали вывод что иногда и земля переворачивается то есть летит летит потом раз там какой-то виток да в таком случае северного полюс не будет но они говорят уж о будет хоть в другом месте в любом случае вы тут но будет другом месте но вот странные ребята ну говорят у лет расплаят на на северном полюсе в этом кстати тоже сомневаюсь что в этом году он ростает но совсем как-то как-то нет наверно полеты истребителей Су-27 в России приостановлены. Да, упал Су-27 русских «Витязей», причем я так понимаю, тот ли самолет, не тот, я не знаю, который садился в Липецке. Помнишь, мы говорили, что это симптоматично, летел самолет с Камышина, один из русских «Витязей», и у него что-то там сломалось, но я так понимаю, что двигатель. И он совершил посадку в Липецке, но здесь совершить посадку ему было негде, у него вышел из строя двигателя, они летели в строю, я понимаю, так выполняли фигуры высшего пилотажа, высота небольшая, потому что это зрелищное мероприятие, когда готовится к зрелищному мероприятию, ну, не на полтора, не на два, не на три километра выполняют эти фигуры, гораздо ниже, то есть там на 300-4, ну, где-то около 600 метров вообще все это идет, и ниже даже. Ну, то есть у него не было, конечно, ни одного шанса. Даже если один двигатель, там, помпаж случился, то на малой скорости, на малой высоте, ну, то есть для того, чтобы куда-то улететь, нужна высота и скорость, лучше и то, и другое. Там не было ни того, ни другого, погиб пилот. Говорят, он пытался отвезти самолет от деревни. Деревня, кстати, там недалеко. Ну, я вполне допускаю, хотя, честно говоря, всегда, это говорят всегда. Ну, пилот, когда оказался в такой катастрофической ситуации, все-таки он наблюдает в любом случае, он там посмотрит туда, посмотрит сюда, куда там садиться. То есть вот пилот маленького самолета, одномоторного самолета, он только так и летит. Он летит и смотрит так вначале в одну полусферу, он там посмотрит, так нет никого, ага, куда я буду садиться? Вон туда, на кукурузное поле, если что. Ну, туда, может, посмотрел. Если что, туда, может, сесть, за реку куда-нибудь и так далее. Если что, двигатель вышел из строя, там винт раскрутился, ну, всякое бывает, то, значит, вот нашел местечко там на кукурузном поле. Самое удобное, кстати, кукурузное поле, прям классика такая. И остановился сразу. Ну, здесь, видишь, не повезло. Еременко Сергей погиб, царство небесное, земля пухом, вернее, пусть будет, молодой человек, майор. Так, и вот первое сообщение, значит, было почему-то, что МИГ-29 разбился, на самом деле, СУ-27. Самаре 16-летний подросток на 14-й врезался в Ленина. Ну, Ленина замучили, если честно. То есть, вот мы уже, кто выкидывает его там, ну, еще-то вот подростки в него врезаются. Я сразу вспомнил случай из своей собственной жизни. Ну, как из своей, ну, с моими друзьями. Это Крохин и его друг Меншиков купили в Москве машину и ехали в Саратов. 840 километров это вот от выезда из Москвы до въезда в Саратов. Ну, в общем, достаточно долго. Они ехали и когда заехали в Саратов, поняли так, что они вроде все сделали и оба уснули за рулем. А недалеко от въезда в Саратов есть кольцо и там мужик с мастерком стоит, военный строитель такой с мастерком и вот они едут, спят спокойно и прямо к этому военному строителю у них отрывают колеса и они так прокатились и в него уперлись такие все. Ну, там поломали кто ноги, кто руки, в общем, все сломали себя. Их забрала скорая и вот мне очень это нравится. У Крохина что-то был какой-то тяжелый очень перелом и решили дать клипсол ему. люди, которым давали, знают, то есть там таких зайчиков наловишься, галюнов, что человек потом просыпается с ужасом и больше никогда не хочет и если не дай бог нужно делать наркоз, то требует что-то другое. И так и запретили, собственно, его нет, сейчас его не дают. Вот Крохин был не таковский, он пришел в себя, открыл глаза и в них читалось такое, знаешь, вот вселенная такое ощущение ахуга. Сказал клипсол, им говорят да, дайте еще. Так что, надеюсь, что мальчику этому, который в Ленина врезал, склипсал не давали. В Саратской области произошло столкновение грузового и трех легковых автомобилей, три человека погибли, еще шестеро получили ранения. Да, видишь, то автобус куда-то врезался, теперь вот это. ДТП, я посмотрел, по всей стране просто зашкаливают. Причем, ну так, есть дожди, да, но не особой такой ситуации с дождями, это не гололед, а ДТП больше, чем зимой. Вот обрати внимание. И это парадокс, на который почему-то вот, который не хотят исследовать Медведевские, вот эти кренделя, которые, так сказать, дорожным движением занимаются и снижением аварийности. В частном доме в Элисте взорвался газовый баллон, пострадали пять человек, в том числе двое детей. Так, вот опять частный дом, опять взрыв какого-то баллона, опять полное отсутствие газа, то есть газопровода, казалось, в Элисте же есть газ, да, есть газопровод, почему дом не газифицирован? Вот представляешь, 21 век и можно идти смело на выборы под лозунгом газ в каждый дом России. Эти козлы продают в Европу газ, газифицируют что угодно, какие-то дочерние газпромовские фирмы газифицируют тебе что хочешь в Германии, вот что хочешь совершенно, представляешь, в России они не газифицируют ничего, в Саратове в центре города на Юрише, полпоселка там, весь не газифицирован, ну, может, сейчас чуть-чуть газифицировали, Элиста, это, ну, понятно, кто был в Элисте, там, ну, как ни крути, это все равно называется столица, да, поэтому в столице в этой и нет газа, ну, ладно, даже не буду говорить. В Афинском аквапарке женщина погибла после неудачного спуска с горки. Жуткие вот эти вещи с аквапарками, почему-то в российских аквапарках наибольшая травматичность, люди гибнут, детей засасывает куда-то, женщина умудрилась ехать с горки и удариться головой, это как? Это вот с точки зрения безопасности за какую-то конструкцию зацепилась головой, это что это вообще такая игра со смертью, что ли, там, жуть, конечно. В Москве обстреляли и ограбили вице-президента одного из столичных банков. Ну, в общем-то, это как бы в системе, понятно, что сейчас такие вещи будут чаще и чаще, понятно, что кто-то знал, что это вице-президент повезет деньги, поэтому у него выстрелили, забрали деньги, поэтому, если вы везете куда-то большие деньги, будьте готовы, что у вас сейчас будут стрелять, и даже за малые деньги будут сейчас уже стрелять, поэтому, ну, делайте выводы. На остановке в Петербурге зарезали мужчину из Узбекистана. Ну, я так понимаю, пока преступление не раскрыто, уже тут начали многие кричать, что экстремисты, и фашисты, и так далее, ну, вот, я не знаю, меня там не было, кто это сделал, я не знаю, но с точки зрения чистой статистики, даже назовем не чистой, а судебной статистики, потому что такой есть предмет, вот, и большей частью совершали такие преступления, ну, которые, так сказать, закончены, из-за которой уже последовало наказание сами гости из Узбекистана и Таджикистана, то есть, это разборки очень часто между мигрантами заканчиваются смертью, поэтому, вот, экстремистский след гораздо реже мы видим в данном случае. Во Львове митингующие устроили драку в здании горсовета. Да, насчет, вот, кстати, экстремистских следов и так далее, сейчас меня на Парнасе пытали насчет и Дождь сегодня, это, радиокомпания Дождь, спрашивали по поводу антисемитизма. Я не понял, почему вдруг такой интерес, так сказать, вот, насчет антисемитизма, а потом мне вот на Парнасе показали статью, которую якобы написал я, но там какая-то ересь, причем, так, значит, об иудаизме такая, ну, научная или псевдонаучная, я не знаю, как назвать, но я посмотрел, конечно, статью написал не я, потому что я даже не владею этим предметом, ну, и кроме всего прочего, я сказал, у меня хороший бунинский слог, а здесь, в общем-то, написано, она не очень хорошо с точки зрения слога, поэтому, вот, это не мое. Во Львове митингу еще строили графон встань и госсовет. Ты громче говори, наверное, а то там люди говорят, что не слышно. Во Львове, а у тебя где микрофон? Нормально? Что-то? Так, ну, российские СМИ рассказали о том, что там вводят Васька, там вообще не знаю, что там, ну, я так понимаю, что разборки в связи с тем, что требует уволить директора ветеринарной клиники Лев. Логика в таких вещах есть, и вот, ну, это показательно, представительная демократия, она сейчас не работает. Люди стали свободнее, особенно в Украине, где был Майдан. Ну, не работает представительная демократия, ну, собрались какие-то там депутаты и решают за всех вопросы. Да пошли они нафиг. Люди сами тоже хотят принимать участие в решении вопросов. Поэтому, вот, я, честно говоря, думал, что с точки зрения прямой демократии Украина будет первой. но видишь ни один метод прямой демократии не пытаются ввести на Украине. И это плохо. Я думаю, что сейчас вот Савченко вышел из тюрьмы, она там даст дрозда, и я уверен, что нужно повсеместно вводить методы прямой демократии, хотя бы частично, да, вот, мы-то стремимся вообще к внедрению в России абсолютно прямой демократии и больше ничего. такие вещи, они показательны. Осторожнее надо с евреями. да, вот тут, знаете, как это странно, как ни странно, если человек занимается политикой, то в определенных кругах нужно обязательно сказать про него, что он либо еврей, а если не еврей, то он антисемит. Ну, так вот, так устроен. Эдик вам бы лучше, конечно, объяснил, почему это, и кто этим занимается, я уж не буду, а вот он бы объяснил. Причиной пожара в центре для беженцев в Германии стал спор из-за еды. Да, там праздник Рамадан, я так понимаю, что большинство вообще ничего не ест, но до вечера, другие что-то спорили из-за пайки и в результате сгорел этот центр, который 11 миллионов долларов стоит. Замечательные такие беженцы, да, поспорили, взяли центр, сожгли. То есть, тут даже никаких нацистов не надо. Они сами скоро все центры пережгут. Хватит тянуть массу за Савченко, это кремлевская дура. Ну, прекратите, о чем вы говорите. Савченко реально посланец народа. Даже если она может быть сама не понимает этого, даже если у нее какие-то другие цели и задачи, информа, которая сейчас друлит всем и руководит, она все выведет в рамки и вот даже я, посмотрите, по мне пытаюсь сделать какие-то маневры, все равно загоняюсь в определенные рамки и иду и когда мы говорим про 5-11 вот эта информа меня и тянет за собой. И эта информа 5-11-17-го года, вот она выдана и нужна многим, кто здесь нас смотрит и слушает и многим, кто нас и не смотрит и не слушает нужна. Поэтому это случится, это обязательно случится, хотим мы уже этого, не хотим, уже все, мы на рельсы поставленные будем по этим рельсам бежать до финиша. Так же и Савченко ничего уже не сделать. То есть путь выбирать, как судьба, путь выбрал, все, с него уже не соскоч. Полиция заявила, что теракт в Тель-Авиве завершили два палестинца. Да, вроде задержали этих палестинцев, ну, 4 человека в кафе убиты, 10 ранены. И самая такая мера, ну, возможно, в Израиле знают, что делают, ну, потому что, как бы, они давно этим занимаются, но такая мера включилась, как запретили въезд 83 тысячам палестинцев. И, в общем-то, надо поучиться, когда такие вещи случаются, в России то же самое. Случаются какие-то вещи, мигранты могут ездить в бесконечном количестве, сколько хочешь. И нельзя прекратить этого, потому что это будет нетолерантно. А в Израиле вполне толерантно сказать 83 тысячи человек, пока месяц рамадан, ну, перекурить, потом приедете. И это вполне толерантно. Почему? Ну, это вот, как я говорю, как с самолетами. Да, начали падать, надо прекратить на время полета. тогда вот ситуация снимется. Так и здесь возможно. Но они в этих делах лучше понимают, у них опыта больше. У посольства Израиля в Лондоне полиция взорвала автомобиль. Да, очень много, кстати, новостей, связанных с Израилем и связанных вот с какими-то терактами или подозрением на теракты. Вот и тут даже непонятно, было ли что в автомобиле, но уже так вот полиция Лондона Рамадан, посольство Израиля, машина какая-то брошенная, что надо делать? Надо немедленно ее взорвать, потому что возможно там бомба. А там тюбик нитроглицерина упал, да, этот робот приехал, понюхал, там азотированное вещество обнаружил, говорит, все, взрывчатка. Вот любую бабку можно уже с взрывчаткой принимать, взрывать. Оказалось, что там одежда была. Да, ну это естественно, потому что что-то обработанное азотом, да, все, ну в смысле азотной кислотой, я извиняюсь, а то скажут, что вот. Венесуэла будет распределять продукты через общественные советы? Ну это называется голод, это голод называется, понимаешь, когда начинают распределять продукты через общественные советы, и я вот говорю, мы тогда советовали Мадуро катапультироваться как можно быстрее, потому что будет много крови. Вот я сейчас даже и не представляю, то есть сейчас по-любому случится революция, там и очень жесткая. Ну, либо должны быть какие-то беспрецедентные репрессии, то есть выжигать всех голодных из огнемета, не знаю, на что он пойдет. Ну, он может быть не совсем умный, но не особо подлый человек-то, мне кажется, этот Мадуро, поэтому должен как-то башку-то все-таки включить, посмотреть, что происходит и принять какие-то решения. Ну, не способен он справиться с этим, ну, надо, положа руку на сердце, сказать, не могу накормить народ, ну, извините, какая тут политика, какой там Чавес, да, тут нужно уходить. Клинтон занялась поисками вице-президента. Да, что заниматься, я вот вообще бабка тут занимается, она поисками вице-президента, есть какие-то другие, не, я понимаю, она сейчас начинает обращаться к феминисткам, да, там и так достаточно феминизма, первая женщина станет президентом, вполне достаточно, тут нужно что-то реальное, хотя тоже будет боязнь того, а вице-президент может в следующий раз и президентом стать, понимаешь, о чем речь, то есть, она может быть рассчитывает на два срока, да, ну вот, если она не рассчитывает на два срока, то я бы ей, конечно, Клуни посоветовал, Джорджу Клуни, да, ну, во-первых, он демократ, ну, от ее же партии, во-вторых, он очень популярен, в-третьих, он католик, мы знаем, что, вице-президент, я не знаю, кто был католиком, из президентов один Кеннеди был только католиком, то есть, для, вот, ну, такой тандем, да, женщина и католик, помнишь, я, когда разговаривали, говорю, после негра, конечно, только женщина, может быть, ну, или католик, вот так, ирландец, он тоже так, в общем-то, интересный, католик, ирландец, и жена у него, Ливанка, тоже вполне, все, все в рамках, поэтому, я вот, думаю, что Клинтон должна объявить Клуни, так сказать, соискателем вот этого поста, и тогда у них будет сто процентов победы над Трампом, даже вообще не сомневаюсь, если что-то другое, оно начнет мутить, я и так, честно говоря, не сомневаюсь, что бабка победит, там, ну, ладно. Темой встречи глав Минобороны Раяф Ирана и Сирии назвали наступление на Раку. Ну да, прилетел туда Шойгу, такой, знаешь, этот, стратегический ум военный, военный, дня в армии не служивший, и там они, планы какие-то, стратегической наступательной операции на Раку, план Багратиона, да, вообще жуть какая-то, это описывается, так показывается, люди в это верят, в эту фигню, что там ума палата такие, приехали, там что-то планируют. Вообще, Иран, конечно, ведет себя уникально, схватил за хобот этих барбосов, тащит их, они идут в любую фигню, представляешь, втаскивает их вот в любую фигню, со всем мусульманским миром воевать, нет проблем, да, там, армию свою посылать, вообще вопрос, нет, бомбить, нет вопросов, там, какие-то экономические дела, ради бога, все подпишем, Иран, стратегический партнер, вот хоть один экономический плюс или политические партнерства с Ираном пусть Вова назовет, ну, нет ни одного, представляешь, я не знаю, что у них в голове. Пентагон заявил, что Россия выкинет НАТО из Прибалтики за 60 часов. Да, вот какой-то, значит, помощник министра обороны Майкл Карпинтер сказал, ну, я так понимаю, что они в игру в какую-то играли, что не из Прибалтики, а речь шла о захвате Таллина и Риги, да, за 60 часов вполне это возможно, но не выкинет НАТО из Прибалтики, об этом, это уже российские СМИ, так вот, там, ура, все там, такое, знаешь, вот, американские военные подсчитали, что надо 60 часов, чтобы всю Прибалтику там захватить, ну, во-первых, не хватит, 60 часов, во-вторых, Таллина и Рига, это не вся еще Прибалтика, есть, во-первых, еще Литва и другие там территории, кроме всего прочего, мы знаем, есть отрезанные Калининградской области, если российские военные по какой-то причине ударят по Прибалтике, то Калининградской области немедленно будет нанесен удар из Польши, поэтому для меня совершенно очевидно, что это 60 часами не закончится еще по одной причине, потому что нельзя силами каких-то полицейских захватить за 60 часов Прибалтику, а военные, я думаю, будут очень категорически против этого, ну, допустим, их можно было убедить, что Крым наш, нет вопросов, даже ДНР, ЛНР и так далее, ну, а с Прибалтикой, о чем речь, их можно убедить, что Прибалтик наш, да, и за это надо пойти башку подставлять под пули, спровоцировать Третью мировую войну уже в полном масштабе, навряд ли, я думаю, что ни сержанты, ни полковники, а именно они управляют в армии, на это не писанутся, то есть, они будут всячески саботировать, и поэтому 60 часов никаких не будет, то есть, если будет отдан такой приказ, то я думаю, что возникнет некий серьезный саботаж. Есть такое мнение об отсидении с подводкой в Северном море, это просто смешно. Да, вот спрашивают, а только зачем Прибалтика, действительно, этот вопрос вот любому русскому человеку задать, зачем захватывать Прибалтику, все скажут, те русские, которые живут в Эстонии, они молятся, чтобы этого не случилось никогда, чтобы им там ДНР с ЛНРом не устроили, да, и вот тут с подлодкой много сегодня интересных вещей, то есть, подлодку, подлодка шла на малом ходу, российское из Северного моря, вот, эту подлодку, значит, обнаружили какие-то англичане, об этом сообщили, но там не было того, что они как-то там кровь мешками проливали, чтобы ее обнаружить, подводная лодка старый оскол, да, она двигалась в Черное море, двигается, рядом с ней идет буксир, она идет на малом ходу, ну, понятно, что она ни угрозы, никакой не представляет, ни, ну, и они, я так понимаю, англичане не хлопали в ладоши, не кричали, как мы здорово засекли лодку, ну, они сообщили факт, что да, они ее засекли, и все там, нашли эту лодку, вот, тут вопрос интересный, почему лодка, которая принимала участие там в каких-то глубоководных ныряниях, вдруг идет на малом ходу, и при помощи буксира, вот, вот это вот и более интересный вопрос, и я думаю, что вот по поводу вот этих англичан выпендрешь, он как раз связан с тем, чтобы не отвечать на этот вопрос, почему на малом ходу лодка идет, и почему, и зачем там буксир. Швеция снова заметила у своих берегов таинственную подводку. Да, но это та же самая ситуация, да, ну, не та же самая, как в 14-м году, помнишь, в 14-м году, причем меня тогда спрашивали, потому что все кричали, что там какая-то российская подлодка, я сразу понял, что это провокация чистейшая, причем не шведская, а путинская. Помнишь, тогда в эфире можно посмотреть, та же самая ситуация была, шведы начали кричать, там лодка где-то российская затонула и так далее. Я сказал в эфире, что вероятнее всего было это так, что какие-то путинские там дипломаты, так назовем в кавычках, прибыли там на берег какого-то фьорда, закинули туда какую-нибудь фигнюшку свою, которая имитировала проверку расстояния до цели звуковым сигналом, то есть, что работаю эхолотом, а эти лодки ловят, сидят в наушниках, ё-моё, лодка проверяет расстояние, до нас наверное, готовится к торпедной атаке, сейчас аппараты будет открывать и всё, ну, то есть, они зашухарились, лодка куда-то исчезла, понятно, исчезла, они проверили, поехали бамбук курить, а потом кто-то вышел и тоже я говорил, что так оно есть, а потом оно и подтвердилось, по 610 станции телефон такой, очень крутой, причём в советский период придуман, моряки называли повышенной устойчивости связь, то есть, можно выйти с другого конца мира и для нашего человека сделано, чтобы там не на ключе работать, а просто голосом сказать, всё там тонем, помогите и так далее, и это же было, когда шведский комсомолец уплыл туда, да, в Швецию случайно, давным-давно, то есть, они полностью сымитировали тогда, и шведы ловили, тогда сколько, полмесяца они лодку ловили, которой нет, а причём нам наш зритель написал, там разговор был про малютку, а он как раз этим вопросом занимается, он говорит, малютки все распилили лодки, я имею ввиду, на металл, про Нерпу, и даже номер этой Нерпы, что вот она там, а он нам пишет и фотографий присылает, говорит, у меня Нерпа стоит по правому борту, они там Нерпу ловят в Швеции, а она у него по правому борту стоит, вот, тогда мы уже точно убедились, что никакой лодки в Швеции сто процентов не было, а сейчас вот, ну, что это может быть, мы помним, что как-то вот в начале 90-х годов шведы 200 контактов в начале 90-х в год имелись с неопознанными подводными объектами, 200 контактов, можешь себе представить, то есть, лодка ни одна российская не ходила, потому что там ничего, ни дизельного топлива не было, нифига, а они имели 200 контактов и говорили, о, там вот русские лодки плавают, тогда никто, ельцин что ли бы это провоцировал, никто их тогда не провоцировал, но контакты такие есть, мы помним, что в норвежском фьорде произошло недалеко от осла, когда тоже какие-то там странные лодки, там какие-то летательные аппараты засекли, которые точно к ельцинской армии не имели никакого отношения, поэтому, вот как-то, наверное, лучше к этим, кто он НЛО занимается, к ним вопросы, они, наверное, более точно на эти вопросы ответят, а что это тогда, по крайней мере, вот, были не российские лодки, сейчас, сейчас я не знаю, вот, на сегодняшний день, что это происходит, но я тоже далек от мысли, что какая-то российская лодка туда прям приплыла под бок к шведам. Новейшие британские эсминцы выходят из строя из-за теплой воды. Вообще маразм, конечно, вот они газотурбинными двигателями Rolls-Royce оснащены и глохнут, они глохнут, теплая вода, естественно, двигатель такой охлаждается водой, она оказывается теплой, и он, вот я не специалист по газотурбинным двигателям, по всем этим делам, знаешь, от чем глохнут они, вот как ты думаешь, ну, там же сигнализационная система стоит, которая не дает двигателю разнестись, поэтому, если температура вдруг чуть выше, она срабатывает, его отключает, поэтому, ну, что бы сделал наш мужик, вот никогда бы у нас не заглох, там все сразу бы оторвали нафиг сигнализацию, греется, не греется, все, он не взорвется, что с ним случится, но перегреется движок, да, так что, ну, вот, я сразу в таких случаях вспоминаю у Эрика Хартмана, да, в его воспоминаниях, они никак не могли, или у Рудли, не помню, у Хартмана, они никак не могли, фашисты не могли самолет свой запустить на холоде, по пять часов они запускали самолетом, не могут они запустить, там, какая-то машина, которая дует, там, теплом, и так далее, ну, и тут они какого-то поймали механика советского, и говорят, вот ваши летают, а мы не можем, как вы делаете, он взял какой-то поддон металлический, подложил, снял капот, естественно, ну, ощетиниву, вот так вот, сделал, поднял, чтобы больше парусность была, подставил под двигатель, налил туда бензин, накидал тряпок и поджег, нифига себе, они думали, сейчас проводка сгорит, что-то, температура минус 40, разогрел, и все, и там, минут за 20 он им завел движок, да, крутил, и все, вот, наши бы люди не переживали, и даже претензий никаких, никаких не было к роллс-ройсу, а оторвали бы сигнализацию, и все, так что, вот мы отношения, конечно, они слабее, однозначно, Задоров, правильно говорит, фрегат, адмирал Григорович, прибыл к месту базирования в Севастополь, ну, это вообще очень прикольно, конечно, не то, что он прибыл, все прекрасно, но тот, кто называл адмирал Григорович, не, я понимаю, что это последний военный министр, царского правительства, и так далее, но знаешь, вот с чем это созвучно, это созвучно с композитором Юрием Шостаковичем из этого, из фильма День радио, ну, из спектакля фильма День радио, помнишь, там, как назвали эсминец-композитор Юрий Шостакович, говорит, а почему Юрий, а как же, говорит, Дмитрий, говорит, вот ешкин кот, я же говорил, выпендривались, говорит, я же говорил, надо называть или стремительный, или быстрый, так вот, так и здесь, тоже, навыпендривались, и тот, кто назвал, он хорошо еще не Юрий Григорович назвал, имея в виду балетмейстера, понимаешь, что это вот как раз те люди, которые делают вот эти вот, ну, фейковые, там, они сражались за родину, где немцы сидят, сидят в Юнкерсе, ну, помнишь, это вот, к 9 мая, там, какие-то немецкие солдаты, которые изображают советских солдат, вот, наверное, те же самые ребята так прикалываются, потому что у меня ассоциация была вот стопроцентная, что это, и тот, кто называл Григоровича, мы имел в виду балетмейстера, Юрия Григоровича. Алексей Пичугин подал Путину прошение о помиловании, ему было отказано. Это Пичугин, я так понимаю, что бывший глава отдела внутренней экономической безопасности ЮКОСа, от которого требовалось, чтобы он подтянул Ходорковского, да, то есть, если бы он заявил, что это все ему поручил Ходорковский, то его помиловали сейчас, а так как вот он отказывался это делать, ему и отказали в помиловании. Ну, бывает. Названа причина переноса запуска протона М с американским спутником. Ну, причина-то понятна какая. Написано, был перенесен на сутки запуск из-за проблем с разъемом. Мне кажется, вот слово разъем они неправильно написали последнее не М, а Б. Понимаешь, там что-то полный разъем конечно везде, в космической отрасли, поэтому я думаю, что вот из-за этих проблем конечно все и случается. Песков заявил, авторы фильма АРМД отрабатывают свои 30 серебряников. Да, Песков вся дороже, чем 30 серебряников ценит и получает больше. 30 серебряников это 30 татарадрахм сейчас вот тогда подсчитывали на эти деньги что-то 7 с чем-то тысяч долларов американские. Ну, конечно, это там у него часы столько не стоит у Пескова. Он поэтому как-то к этим людям с пренебрежением что там за копейку. Он-то вон как молодец. Он за большие деньги делает. Мозамбик посоветовал ВТБ не рассчитывать на госпомощь в выплате долга. Слово не ругать здесь не буду я это так вот как-то вот так к слову пришлось. Да, Мозамбик в общем-то ничего он не посоветовал он просто Мозамбик сказал ребята ну нет денег держитесь. Он сказал денег нет держитесь. очень забавная ситуация ВТБ дали фирме Мозамбикской какой-то мам фирма называется 535 миллионов для возведения судоверфи ну никакой судоверфи конечно никто не возвел денег нет а вы держитесь. Ну естественно тут путинцы обратились к Мозамбикскому правительству вы этой фирме ему помогите а тебе говорят ну вы что ребята шутите что ли не для того она вам откаты наверное присылал чтобы мы вам помогали вы там сами как-то разбирайтесь выгодит у нее возьмите там акциями например представляешь какая прелесть так что будут акции Мозамбикские у Путина замечательные акции почетным акционерам почетным Мозамбикцам и зимбабвийцам станет БП обнаружил новое газовое месторождение в Египте да видишь вот Египет как-то по газу не решил вопросы с Путиным раз тут обнаружилось месторождение в Израиле месторождение в Египте вот я уверен что в ближайшее время крупное месторождение в Европе будет открыто для Вовы вообще будет кирдык представляешь скажут да у нас трубу воткнули качаем ваш вот этот газопром представляешь Путина Лукашенко поручили главным энергетических ведомств решить спор о цене на газ да Лукашенко короче Путина в баранирок скрутил да то есть не не стали не стали говорить что Вова там дал задний ход по цене ну это вот там они там пацаны там решат да на самом деле знаете когда бандитских разборок ну пацаны там решат вот более так сказать авторитеты договорились значит пенку чувак дал значит он заднюю включил Вова Лукашенко молодец Путин заявил что Россия готова к взаимодействию с Казахстаном в борьбе с терроризмом вот так он сказал вот в день траура как раз Назарбаеву написал письмо и ты знаешь оно как-то двойственно читает в связи с тем что сегодня 9 июнь Казахстан объявил национальный трафар президент это Путин а вот Господи случившееся еще раз подтверждает что терроризм не знает границы представляет реальную опасность для всех стран народов мира ну и так далее в общем-то объединенно сообща ну говорит давай давай к нам Назарбаев там стройся стройся вот Назарбаев уже построился а толку толку-то нет будет конечно интересно если Путин сейчас вдруг кто-то ему в уши вольет что надо там в Казахстане русский мир устанавливать вот это будет тыдыщ ну думаю что все-таки наверное как-то ну если уж совсем хотят его конечно сливать вову прямо сейчас тогда может быть это и сделают а во всех остальных случаях конечно этого не будет в России поручено закрыть 10 особых экономических зон да видишь какая прелесть закрыть Путин говорит 10 экономических этих зон и так далее с 2006 года их открывали эти зоны вообще в зоны надо закрыть вот кремлядей в особую зону особо экономические зоны и знаешь почему их надо закрыть в такие зоны вот это классическая ситуация нам что рассказывали про особые экономические зоны и подъем будет невероятный денег будут куры не клевать люди которые там живут просто не знать будут куда сажать чем угощать всех кто туда приезжает потому что там будет изобилие потратили с 2100 года на 33 такие зоны 186 миллиардов рублей да из-за этой суммы не использовали 24 миллиарда потому что они определились кому украсть и налоговые таможенные платежи то есть они как в аналитических записках писали вот мы вкладываем вон сколько там мамаш сегодня мы забрали у тебя одну корову а завтра вернем 10 ну то есть имеет смысл вкладывать если ты получаешь какую-то прибыль логично да либо люди что-то от этого получают ну там рабочие места они получают я не знаю там ну что угодно какие-то больницы им строят что получилось здесь вложено 186 миллиардов получено 40 миллиардов то есть такая хорошая сделка и стоимость одного рабочего места самая невероятная сумма какая как ты думаешь 10 миллионов рублей нормальное рабочее место за 10 миллионов рублей это сколько лет 30 40 можно зарплату платить человеку там посчитайте пожалуйста что-то я вот как что вот и без всякого рабочего места просто присылать еще с этих денег будет там какие-то даже налоги платить что-то покупать то есть это круче чем разбрасывание с вертолета денег как просто их сжигание вот это сжигание денег 6 миллионов это 10 лет 50 тысяч платить 50 тысяч ну у них другая ну ладно фиг с ним просто жуть чудовищно творится и при этом они рассказывают денег нет держитесь это вообще о чем вот любую вещь берешь любую деятельность она вот такая то есть они либо все украли либо все развалили третьего не дано ничего не сделали люди либо украли либо развалили Медведев назвал новую причину ограниченной индексации пенсии да да нет денег нет но вы держитесь а причина объяснила индексацию тем что всего 4% потому что сдерживает он инфляцию Медведев там вот только вчера экономические министры в один голос все заявили что мы не сдерживаем инфляцию что у нас тут все свободное плавание а он говорит а нет мы сдерживаем ну пенсионеры не мы конечно как он он говорит не мы конечно ну что мы мы тут нормально роллс ройс их ездим а пенсионеры у нас сдерживают инфляцию то есть задача пенсионеров главное это сдерживать инфляцию Медведи ты что-то спутал где-то где-то ты курнул или нюхнул не того это я тебе точно говорю вы держитесь там исследование говорит что теневая экономика России переживает спад ну под теневой экономикой подразумевается экономика которая не платит налогов да может быть она и подразумевает спад но вот экономика криминальная подразумевает подъем сейчас сейчас наоборот вот из теневой экономикой все перетекает в экономику абсолютно криминально это сейчас увидим еще очень-очень и очень много поэтому ну вот любая любой вариант экономики сейчас конечно будет спад переживать и любой криминал будет расти это однозначно и тут в общем не надо быть пророком да вангой не надо быть в Госдуме предлагают обязать кандидатов депутаты сообщать о своих долгах о как пришел долги у меня есть я вообще не знаю я там какие-то что-то меня в суд куда-то вызывали я там какие-то деньги им должен ну я ленточки послал им говорю ну вы там держитесь все что могу там ленточки георгиевские если вы помните что-то там наверное насчитают они мне откуда я знаю пусть они сведения соберут я что буду ходить собирать я сам не знаю и мне вообще вот честно говоря детям уши закройте насрать мне сколько я им должен они мне должны гораздо больше они у меня страну украли я им должен они мне что-то посчитали мы там вам посчитали да идите вы в жопу счетоводы ленточку к вам пришлю подавить на имущество дагестанской дочки газпрома наложен арест да вообще что-то жуткое какие-то там частные компании какие-то дочки газпрома и все вокруг этого какие-то аресты какие-то значит там аферы с газовой сферой в общем ну дагестан что тут скажет так что кто-то там решает вопросы по а представь с одной стороны друг с другом там разбираются то есть бывшие с нынешними у кого что отнять можно а еще газпром там миллер такой над этим все а мы что не при делах что ли они там делят и туда эти своих значит отправляют ну там я не знаю бандитов ментов там кого они а этот своих федерал и вот разборки идут перетягивание канатов причем с трех сторон такой канат странный такой с трех сторон они его перетягивают ну младцы сын мэра Махачкалы стал фигурантом уголовного дела за конфликт с полицией ну что тут можно сказать остановили какого какого-то сына мэра причем я так понимаю что получилась такая ситуация совершенно непонятная кто там прав кто виноват я уж не знаю но что потом все это приняло вид разбора кто круче ну так на Кавказе и бывает да это совершенно очевидно вот сейчас они там меряются одними местами кто круче крыша этих ментов или крыша значит вот этого ну я думаю что сейчас уже там звонили в какие-то кремлевские кабинеты там и требовали чтобы утрясли вопросы в России создали безопасный мессенджер для чиновников ну ишь какие молодцы мессенджер безопасный чтобы уж вообще так вот они могли безопасно трудиться а то вдруг госдеп госдеп их прочитает то о чем они пишут да а пишут они о чем понятно о чем о банкатах они пишут и это все о нем об откате да помнишь фильм назывался и это все о нем так что я сразу вспоминаю помнишь анекдот ну вот этот мессенджер это конечно кгбшный абсолютно будет то есть понятно там гбуха будет в нем сидеть и они собственно они сделали или его сразу вспомнил тот анекдот помнишь когда люди в поезде едут один спит пытается спать это советский период а другие бухают и рассказывают политический анекдот так они его затрахли он вышел вроде в туалет сам подходит к проводнице говорит слушай вот сейчас через 5 минут ровно давай часы сверим принесешь чаю вот тебе 3 рубля ну тогда нормальные деньги дал ей 3 рубля раз смотрит ага время подходит он говорит что вы тут анекдот политический рассказывает вас же слушают дураков вот сейчас потом вас всех сластают они говорят да никто не слушает он подходит к розетке к выключателю и товарищ майор скажите что принесли чаю раз через полминуты дверь открывается проводница чай заносит все росли глиза молчали но он уснул утром просыпается никого нет выходит проводница он говорит я так прикололся над ними вы знаете она говорит да да товарищ майор так смеялся так смеялся вот отправить ребят товарищ майор так смеялся блумберг заявил что китай строит лабораторию в южно-китайском море на глубине 3 километра как в фильме бездна представляешь то есть люди дошли вот до чего до суперских каких-то вещей дошли а вот в северном бутово тоже не в грязь в грязь лицом не ударили в северном бутово построят высотки оснащенные как ты думаешь чем сиреной на случай ЧАЭС это что это вот главная новость такая по технологиям сиреной будут в южном бутово высотки оснащены то есть весь мир строит дома и разрабатывает новые спасательные системы спасательные то есть как там в каких-то я не знаю в этих хоботах можно там убежать какие-то невероятные совершенно вещи чтобы спасаться с высоких этажей здесь 25-этажный дом у которого будет сирена опять мы всех переиграли да вот видишь все там какие-то бешеные деньги на это выкидывают что-то делать а здесь повесил сирену хорошо пожар начался все загудело загудели заиграли провода да время время Валера мне говорит мы сегодня пораньше сейчас я вот в общественных туалетах в Москве появятся тревожные кнопки тоже очень важные конечно я понимаю что нужна тревожная кнопка и где-то на Тверской там чтобы можно было в любой момент нажать и где-то я не знаю в Пырловке и так далее но вот это как свершение какое-то общественные туалеты сделают такие где есть вода и зеркало это вот тут собянинские говорят это как вообще 21 век это как суперское а самое суперское что там тревожная кнопка а лучше вообще сигнализации нажимаешь это орать все начинает так что все бандюки разбегаются ну очень конечно хорошо вот американец прожил без сердца 17 лет 17 месяцев извиняюсь вот такая фотография этого американца вот ему придумали рюкзачок этому человеку и там собственно сердце 17 месяцев он ждал пересадки сердца на в южном а в северном бутовом сигнализацию установили будут устанавливать на дом вот это вот это меня и пугает все понимаешь то есть мы отстаем навсегда мы отстаем навсегда вот это страшно то есть сейчас мы возьмем власть и нам придется что делать нам придется все эти мозги покупать за бешеные деньги потому что у нас не будет своих это стыдно понимаешь это стыдно вот западные тоальционные силы сообщили о первом случае когда жизнь раненому солдату спас инновационный пугает для остановки кровотечения я помню еще в 90-е годы когда у меня ранило человека в банке был ранен человек я слава богу проезжал мимо и сумел перевязать ему ногу ну не перевязать и перетянуть потому что ранили была перебита артерия бедренная представляешь все вовремя организовали потом военные хирурги к которым я его притащил они сказали что если бы это был он генерал он бы лишился ноги а если бы он был просто офицер он бы погиб но мы смогли в него вкачать 23 литра теплой крови организовать такое количество людей я не знаю сколько у каждого по 200 грамм 20 литров она еще выливалась у него я вообще не знаю сколько очередь ну слава богу начальник военного училища был мой товарищ я его попросил и этих военнослужащих потом мы там кормили поили развлекали и так далее которые кровь сдали и вот к чему я это сказал и вот тогда я понял что такая вещь жутко нужна и тогда я говорил этим военным хирургам ну что ж никто не придумает что-то типа монтажной пены что засунул туда в эту дырку включил и она всю полость там заняла и вот давлением не вышибает они говорят очень высокое давление трудно это все сделать и вот наконец-то придумали шприц какой-то нано да не чубайсовская нано да а вот нормальный и туда эти штуки заходят там они закрепляются и имеют метки для этого для рентгена для того чтобы потом их убрать чтобы потом загноения не было представляешь вот жизнь солдатику так спасли то есть это вот люди куда уже ушли фиг знает куда а мы так за ними ну будто они нам эти шприцы присылать как вчера тут мы хотели купить шприц чтобы человеку сделать обезболивающий укол а там сказали что здесь какие-то особо заточенные шприцы с алмазной обработкой стоят они 400 рублей вообще просто шприц за 400 рублей вот там там вот этот вот сейчас шприц инновационный вот этот который спасает будет 400 стоить а потом он будет стоить 10 копеек а мы к чему идем я не знаю если мы вот в ближайшее время ничего не изменим не уберем этих ругаться не ругаться обещал да вот этих вот барбосов если мы не уберем то ребят тут тут вообще будет от нас просто от нас так Слава сейчас вещает из Москвы да она нашпырит да так смотрит так смотри какие вопросы еще а то мне что-то скачет может где есть а денег нет пишут почему Вячеслав не подает суд на НТВ это же еще и прекрасный инфопол да зачем они мне нужны вообще у меня масса сейчас дел масса работы это вы представляете как какая у них проблема возникла им сказали с одной стороны что надо мочить Мальцева и с другой стороны сказали что ни в коем случае не называть фамилию Мальцева представляете что в башке у людей надо замочить Мальцева фамилию его называть нельзя как его замочить ну значит надо показывать портрет дальше я думаю увидим еще более интересные вещи вот сейчас полицовет Парнас принял решение что Мальцев второй после Касьяна сейчас будет съезд принимать решение потом выборы как Мальцева можно спрятать можно говорить про Парнас и не говорить про Мальцева но а дебаты вот сейчас будут дебаты ну и кому-то придется идти на дебаты с Мальцевым я понимаю что они будут вешаться но Вова-то подписал закон по этому поводу о дебатах он себя только Вову освободил от этих дебатов а всех остальных то он нагрузил дебатами а мне-то только это и нужно так что вот он я не знаю кто там я прям хочу этому человеку спасибо сказать кто на клюшку так передал мне что раз тут как раз и закон подоспел вот он я приходите ко мне в гости да как в этом кто придет ко мне в избу обязательно приходите кучей я такой кучей ваше отношение крестьянскому раскулачиванию идиотизм идиотизм крестьянское раскулачивание у меня бабушка моя была раскулачена правда ну как никуда их не отправили слава богу и потом их отправили только во во время войны представляешь ну я рассказывал ситуацию когда дед у меня воюет в танковой армии ротмистрова да бабушку вместе с малыми детками со всеми отправили там куда-то я не знаю куда и деду как-то она успела телеграмму отбить вообще она умная была и он а он такой пробивной у меня был хоть и механик водитель такой крестьянин но очень пробивной человек такой стержень у него был такой цельная личность и он пришел к своему особисту говорит так и так тот тащил его в дивизии там где там в корпусе главный особист генерал он говорит так и так у меня лучший механик водитель у него семью забрали и тот прям сразу позвонил на Дзержинку в Саратов и оттуда выслали воронок а они доехали до станции безымянной уже все в вагоне там их уже все увозили забрали и привезли в деревню на этом воронке а председателя колхоза который написал на нее донос за то что она многодетная мать и у нее было несколько ульев она мед получала и этот мед умудрялся продать и на это покупал хлеб чтобы детишек прокормить вот этого председателя увезли большего никто не видел то есть там такая была ну как бы система да что если не берут того на кого написали то берут того кто написал ну в общем поэтому конечно как какое тут может быть отношение я думаю что по крестьянам и по вообще продовольствию в России в советском тогдашнем союзе был нанесен чудовищный совершенно удар я даже не сомневаюсь вот так что у нас там еще какие давай еще на один вопрос ответим и все и заканчиваем потому что нам нужно выходить уже так что там сейчас чинуш нужно кулачить без остановки обязательно тут вообще даже вы абсолютно правильно говорите что но не надо сравнивать с раскулачиванием почему потому что тогда люди зарабатывали это все горбатились а сейчас ну вот эти все дворцы это что заработанные деньги что ли ну давайте говорить откровенно 99.9% это наворованное ну поэтому вот с точки зрения так сказать конфискации этого по решению судов ну никого не жалко ну наворовали ну отдайте в конце концов чушь ну попользовались и то удовольствие получили сколько время пользовались да помнишь там газпрому 20 лет там что-то 20 лет там что-то ну кайфа одним словом там их G и 20 лет там очень всего хорошо конечно хорошо 20 лет воруют там и никто их не останавливает конечно хорошо для них а для нас хреново они у нас воруют ладно спасибо за то что вы нас смотрите значит до новой исторической эпохи осталось 512 дней до свидания до завтра до свидания до свидания до свидания Продолжение следует...